А тогда многих педит их расстреляли, поэтому мы не понимаем сейчас уже. Все единоиды не относятся к ним. Многие управления сознанием очень интересовало руководителей государства, не только нашего. НОИЦА ЗОМБИ, они... НКВД была... Цель экспедиции — это изучение такого странного времени, как Меречния. НКВД для того, чтобы... Огромный интерес испытывал ННРБ. Говорят, что Барщенко нашел последы именно гиперболеи. То есть он нашел меганиты, нашел пирамиды. Сошел с ума. Как это правильно называется? Что это? Именно этим заинтересовался НКВД. Сергей — один из руководителей компании «Восток-Запад». И также то, что вам нравится, это гиперборея. Как это правильно называется? Что это? Что гиперборея? Да. Как это можно назвать? Ну, на самом деле, надо для начала определиться стереону. Что такое гиперборея, в принципе, да? То есть если изначально смотреть в историю данного термина, то он появился изначально, как нам сейчас говорят, в древнегреческой литературе. То есть целый ряд древних... А как давно это было? Ну, до нашей эры, конкретно, когда была древнегреческая цивилизация. Извините меня. И, соответственно, как бы, есть несколько авторов, которые напоминают гиперборея. Это страна, которая находится за Бореем, то есть за северным ветром. И был такой миф о том, что это такая замечательная страна, где очень хороший климат, где все растет замечательно, где люди не болеют никогда, а умирают только тогда, когда они устали жить. Вот такая ситуация. Эту страну посещал Аполлон, там, короче, да, ну, все авторитетные боги древнего... Древней Греции летали периодически. А территориальная где была? А вот непонятно где. То есть, собственно говоря, греки, они конкретно не оставили карт, где была бы конкретная территория, указано, что здесь находится гиперборея. Что на самом деле дало, скажем так, уже в дальнейшем целую кучу толкований о том, что, ну, коли северный ветер, коли на севере, значит, где-то там далеко на севере. Все, точка. А когда вы об этом узнали? Ну, я об этом узнал, извините, мне когда был очень маленький. Потому что школьная программа, она, кстати, предполагает изучение культуры Греции и, соответственно, когда об этом вкратце маленько упоминается. Ну, то есть, это в школе был материал, на который ты наткнулся и после этого ты стал этим увлекаться, читать больше? Не совсем так. На самом деле, в школе я очень люблю историю. И, в первую очередь, меня интересовала история моего государства, то есть, России. Будем так говорить. И, поскольку мне история очень сильно нравилась, как бы, и в то же время, ну, как бы, все-таки положено любить в ту страну, в которой ты живешь, я изначально, скажем так, очень сильно удивлялся таким вещам, когда я изучал теорию, там, основания нашего государства, где-то всем известны, это основная фельдская теория, германофельская теория, о том, что к нам пришли варяги, о том, что варяги создали наше государство. Кто-то говорит о том, что варяги – это, ну, норманы, то есть, германцы. Кто-то говорит, что варяги тоже норманы, германцы на них государство не создавали, он был создан до этого, как бы. Все это здорово, но мне вот маленькое все это не нравилось. И я еще, будучи школьником, я думаю, так, надо почитать первоисточник, потому что первоисточники почему-то мы в школах не читаем. Я начал читать «Поисе временных лет», пусть даже в переводе, и буквально там первая страница идет, и, собственно говоря, идет описание народов, где какие народы живут, как их называют. И с чем я столкнулся? С тем, что вообще-то все чутко было написано даже в «Поисе временных лет», что норманов называют «мурманы», а варяги – суть языка славянского. То есть, говорят в языке славян, то есть, людей, населяющих территорию Григора Новгорода. Вот тогда я уже, маленько понял, что, собственно говоря, та история, которая написана в учебнике, она как-то совсем, не совсем частично правильная или совсем неправильная, я не знаю. В общем, у меня возникли сомнения. То есть, именно это уже тогда меня сподвигло на изучение, скажем так, истории маленько по другим ракурсам. А споров с учителями в школе не было? Было очень много. И как они к этому относились? Просто, знаешь, историки не любят, когда кто-то вклинивается в программу. Дело в том, что я учился еще в советские времена, и, естественно, мы учили, в том числе, в рамках истории, там, общество Ленина, учитель-то был один, мы учили работу Ленина. А я на тот момент старался быть отличником и знал работу Ленина наизусть. Ну, те, которые положены по школьной программе. Они, с одной стороны, меня очень сильно любили, ну, как редно учительницы, а с другой стороны, со мной подали спорить. То есть, в школе ты был отличником? Не совсем. Хорошистом? Я не очень хорошо учился. Ну, так, был, скажем так, хорошистом до 8 класса. Потом что-то мне, видимо, захотелось сильно доминировать. И после этого, как бы, я стал учиться хорошо, наверное, пятерки. В связи с этим я не имею, там, красного диплома, но уже последние, скажем так, годы обучения в школе, да, я был отличником. И мог себе позволить, скажем так, иметь собственное мнение, о чем я периодически спорил. Ну, самое, что интересно, учителя, в принципе, его особо так уже и мельчали. Потому что я увалил целую кучу дополнительных, скажем так, доказательств, как бы, все говорили, ну, может быть. Кто знает, да? Да, на самом деле никто не знает. И, грубо говоря, вот уже это дало толчок для дальнейшего, более углубленного изучения, скажем так, истории как таковой. Мне, естественно, заинтересовала уже в рамках этого Древняя Греция. Отсюда уже интересный гиперборея, потому что, опять же, поскольку, ну, многие люди гиперборея соотносят с некими северными территориями, а все знают поселедники северной территории, в любом случае, территория России, здесь мои интересы и пересеклись. И не то, чтобы я там стал великим ученым, к сожалению, так же сложилось, что занимаюсь себя несколькими другими вещами. Там сначала был военным, потом бизнесменом. Но, тем не менее, интересный остался. Ну, да, остался, естественно. А военным где проходила служба? Я закончил военную ученеру Космической Академии Можайского в Санкт-Петербурге. Соответственно, служил под Санкт-Петербургом в Космической Академии Можайского в Санкт-Петербурге. А здесь есть. То есть это была срочная служба или это потом оставался? Нет, это срочная контракт или закончил уже лейтенантом, естественно. То есть, когда был официальная военная база. Опять же, собственно говоря, еще и база военное образование давала возможность по-другому смотреть на то, что рассказывают историки официальные. То есть, здесь тоже очень умеет слов, можно об этом бесконечно говорить. Но, если возвращаться к идее гиперпории, то, вот еще раз говорю, интерес к этому, это интерес к своему государству, к истории своего государства и о том, что кто-то в древней Греции говорил о том, что здесь было очень интересно, очень развитой государство, скажем так. Поэтому, если, как раз говорю, по поводу темы гиперпории, я вот на текущий момент ушел бы от этой мистификации в плане того, что есть была территория, там все было хорошо, люди умирали, когда хотели. Все еще в ту сторону, что, скажем так, северные территории были тоже обжитые, обжитые достаточно серьезные, о том, что цивилизация, скажем так, я уже не то, что даже древних славян, да, цивилизация просто, которая существовала, под, на мой взгляд, на сегодняшний день до 19 века, она не была низкойна, чем то, что мы сегодня представляем себя, и именно в рамках этого я считаю, что и существует, ну, версия о том, что вполне возможно древние посидения на территории Кольского полуострова, и в рамках этого можно говорить о гиперболе, хотя, лично я не считаю, что именно гиперболея является источником всей цивилизации на всем мире, за это сколько спорных. Как раз мы и подошли так плавно, вообще без спойлеров, к тому, что в августе мы отправляемся на Кольский, и как раз на вездеходах отправимся туда, где есть... Да, благо есть такая возможность. Да, это отличный вообще инструмент и возможность это сделать, а там есть следы гиперболея, сейты, ноиды. Но я бы не стал поговорить, что сейты, ноиды являются основными следами гиперболеи. Давайте так сказать, что мы уже определили, что гиперболея это в любом случае страна, то есть территория, на которой есть определенная логистика, определенная логистика и так далее. Строяние, сооружение, и тогда и тому подобное. То есть следы конкретной жизнедеятельности людей. Я бы с этого бы начал. Про гиперболею, то есть это было некое государство? Неизвестно. Поселение? Нет, группы поселения. Группы поселения. То есть это какая-то была народность? Неизвестно, опять же. Древние грехи говорили о том, что... А нахуй мы с теми говорили? Тоже неизвестно, потому что древние грехи говорили о том, что были такие гиперболеи, они жили на территории, например, Кольского кулова стерва. А есть какое-то описание некого-то внешнего выгляделя? Нет, в описании. Нет. Можно предположить, что поскольку есть рисунки там статуи Аполлона, и Аполлон туда перемещался, там находился и так далее, что древние грехи не считали, что гиперболеицы отличались внешне от них. И язык, скорее всего, как они предполагали, был такой же. Они не говорили о том, что гиперболеицы это варвары, говорящие непонятные языки, об этом напоминания нет. Соответственно, можно говорить о том, что некий культурный пласт, правда, выеденный. То есть примерно одна и та же цивилизация. Хорошо. Если говорить о том, что вот мы можем предполагать, что что-то было, ничего не доказано, но мы тем не менее говорим о том, что это было. Есть, наверное, какие-то следы. Да, конечно. А что это? Если все и длиноиды не относятся к ним... Это уже второстепенно. Это больше к мистике. К мистике. Ну, к этому мы тоже вернемся. Мистику все любят. А что тогда можно к ним отнести? Элементарно. Элементарно. Дороги. Дороги. Они отличаются от других дорог? Конечно. А чем? На текущий момент на территории Кульского полуострова находятся несколько дорог, которые сделаны неизвестно когда, на самом деле. О, самое забавное, что технологии древних липских дорог, мы сейчас вспоминаем, да, что цивилизация, ну, план один, культурный план один, да? То есть нам вообще официальная история что говорит? Что на территории Кульского полуострова длительное время находились немцы во время Второй мировой войны, и они эти дороги построили. Хотя ни одного упоминания о том, что немцы построили именно эти дороги? Нет. Есть фотографии, где немцы реконструируют эти дороги, например, наводят мосты, но сами дороги не ремонтируют. Да, они ими пользовались. Ну, и что? Серьезно говоря, ну, по официальным данным, немцы построили, по сути, свою там единственную большую канатную дорогу, по которой переправляли там кучу всяких снаряжений, боеприпасов, там, продовольствия и так далее. Наши длительсанты пытались уничтожить, но поскольку она легко восстанавливалась, ничего с ним не получалось. Про это есть упоминание, что немцы построили эти дороги. Но, насколько я знаю, немцы никогда не строили дороги по технологии дремлетнимских дорог. И почему они решили на Кольском полуострове в условиях сурового климата, в тяжелейших условиях строительства вдруг изменить свою тактику строительства дорог, непонятно. Более того, данные дороги начинают скопровезать. Ниоткуда и уходят никуда. Тоже странный момент. Почему они такие странные? Зачем немцы строили такие непонятные дороги? Если не изменяет память, у римлян была очень хорошая технология строительства дорог. Они отсыпались сначала мелким щебнем, потом грудным, трамбовали, делали отливы. И это была прям дорога, которую многие могут и сейчас позаривать. Ну, до тех пор, которая существует еще. Да, то есть на Кольском находятся такие дороги. Аналогичные. Аналогичные. Ну, то есть примерно тот же принцип. Примерно тоже принцип. И они начинаются... Ну, опять же, я хочу перебить. Я эту информацию взял, извините меня, откуда, с того же интернета. С того, что другие исследователи совершают свои экспедиции, они это фотографируют, они это скидывают, рассказывают сомнение, у меня сформировалось такое мнение. Я там не был еще. Экспедиции пока с нашей стороны она только будет. Вот, потом, сейчас забегаю вперед, почему экспедиция-то? В том числе, поэтому. Ну, да. И получается, что экспедиция, ну, экспедиция, дорога из ниоткуда ведет в никуда. То есть там, может быть, какой-то транспортный узел. Там... На полоске вещей должно быть, но нет ничего. То есть это просто куски дороги, которые просто вот полят дорогу, и все. Ну, просто дорога. Да, как правило, они будут вдоль водоемов. То есть склоны дорог выложены камнями. Опять же, по древнеринскому принципу, как бы, очень с точки зрения, наверное, людей 20 века трудоемки. Сделаны дороги очень экономически неэффективны, скажем так. Но, тем не менее. Может быть так, что Римская империя когда-то захватила эту территорию, они там что-то делали? Ну, официальная история, скажем так, считает, что освоение Кольского полуострова не в эти годы точно происходило. Вот уже здесь накладка идет. Мы видим одну и ту же технологию, выполнена на разных территориях, но при всем при этом официальная история говорит о том, что, по сути, свои, если не брать самов, которые там появились очень давно, освоение Кольского полуострова начали наши предки-славяне. И явно они эти дороги не строили. Стоп, все, давайте теперь переместимся. Да, теперь мы. В августе мы отправимся на Кольске для того, чтобы как раз исследовать это и посмотреть, что там есть. В том числе? В том числе, да. Но это ведь не первая экспедиция, которая туда состоит. Конечно, конечно. Если молчать даже о том, что сегодня огромное количество, на мой взгляд, исследователей самостоятельно производит исследования данного региона, есть всем известные вещи. То есть, например, Барченко. По-моему, это было в 20-х годах прошлого столетия. Эспедицию профинансировали при помощи Деженского. По сути, в своей вот МКВД была туда совершена экспедиция. Цель экспедиции это изучение такого страны в линии, как Мелечене. Я читал эту статью. Насколько я понимаю, это что-то подобие, то есть люди становятся зомби. Ну, они себе не отдают отчета и вот как раз это они поехали изучать. В первую очередь, потому что я так подозреваю, что в те годы технологию управления сознанием очень интересовала руководителей государства, не только нашего. Соответственно, услышав про то, что есть такие уникальные случаи, туда отправили специалисты. И не так просто именно этим заинтересовался НКВД. То есть в 20-е годы Барченко он был кем? Насколько я знаю, психофизиологом он имел медицинское образование и его отправили именно поэтому. Его профинансировали НКВД для того, чтобы он отправился на Кольский и изучил этот вопрос. Да. Экспедиция Барченко профинансировали НКВДшники? Ну, говоря современным языком. Ага. А если не о современном? Ну, это и шла от НКВД, это подозревает. То есть как бы у нас насквознаны были подразделения, которые изучали различные странные явления, в том числе вот такие моменты, как массовый гипноз, технология, скажем так, воздействия на психику людей, в рамках этого была открытая экспедиция, тем более, что к этому региону, как известно, опять же, огромный интерес испытывал ННРБ, то есть такая тоже аналогичная организация в плане изучения таких аспектов германского государства. И не так просто, видимо, данный регион приколил их внимание. Поэтому экспедиция была организована, но, что интересно, я не знаю, чем там закончилось исследование данного явления, но говорят, что Барченко нашел последы именно Гиперболия, то есть он нашел мегалиты, нашел пирамиды, нашли входы в некие пещеры или вход в пещеры, там, мы, правда, не прошли, потому что страшно стало, там тоже странное состояние возникало. Я правильно понимаю, что на территории Кольского полуострова есть пирамиды? Есть, пирамиды есть, вопрос их происхождения. Они схожи с теми пирамидами, которые в Египте? По форме, да. А по размеру? Они поменьше, насколько я понимаю. А мы будем там проезжать? На вездеходах? Ну, маршрут следования предполагает, скажем так, то, что мы их можем посетить. А что они еще обнаружили? Там большое количество мегалитов, то есть камни, которые, ну, вроде, опять же, как, имеют следы обработки. Это надо их смотреть, потому что по фотографиям, к сожалению, далеко не всегда все понятно. То есть, смотришь фотографии в интернете, вроде как и буду. Но надо, опять же, ехать, смотреть, изучать. Хотя, следователей очень много, но самое, что забавное, геологи говорят, что это естественное образование, люди, приезжающие на место, говорят, что это искусственное образование. И чем закончилась их экспедиция? что я читал, я немножко читал про эту экспедицию, что после того, как они поехали, все данные были засекречены. И никто не знает, что они нашли. Данные намерки, например. Да, и то, что я еще читал, что некоторые люди испытывали сильный страх, когда они подошли к этой пещере, так они не смогли войти, по-моему, даже кто-то сошел с ума. Ну, опять же, мы не знаем. Это все, что в открытых источниках есть? Ну, да, посуществует, да. А дальше что? А дальше все печально. Барченко расстреляли. И свидетелей уже больше нет. То есть, как он вернулся из экспедиции, его расстреляли? Нет, не сразу. А причина, это может быть как-то связано? Как врага народа потенциального, но мы уже не знаем. С чем это связано? Саня причина такая. А тогда многие экспедиенты их расстреляли, поэтому мы не понимаем сейчас. С Барченко понятно. Его расстреляли, информация засекречена и непонятно, что там было. А ННРБ там что-то исследовали? Есть какие-то данные по ним? Тоже, что-то исследовали, что-то искали. Ну, поскольку приводится в ННРБ на следе предков, они искали стечные мистические способы воздействия на окружающую реальность. То есть, я думаю, что схогные цели исследования нашли, не нашли, откуда мы знаем? Точно так же, все это секречные. Есть какая-то информация еще об этом месте? Кто-то проводил исследование? Может, сейчас, когда уже век интернета и особо там ничего не спрятать? Ну, повторяю, сейчас люди продолжают исследовать, но этого маленько позднее коснемся. Еще достаточно известная экспедиция, это экспедиция Демина в 2000-х годах, это, по-моему, 2002 год. Чем особенность? Он пытался найти то, что нашел Барченко. И вроде как нашел, то есть, после этого появляется пирамида, он единственное, что не смог найти вход в эту пещеру, где люди теряли самоконтроль. Вот. И после этого появились фотографии вот этих двух пирамид, мегалитов, камней своеобразных и так далее, и тому подобное. Вот. Но Демин себе, честно говоря, как объективный следователь, маленько дискредитировал, потому что он после этого начал довозить экстрасенсов, колдунов, малых. А зачем он их довозил? Что они там делают? Поскольку вот тоже мы говорили о том, что Кольский полуостров, он странный, там не только мегалиты, там еще и люди испытывают странное состояние сознания, видимо, это подвигло его для того, чтобы привести, как бы показалось, специалистов по этим состояниям, измененным. То есть, это были такие туры для экстрасенсов, набраться энергии, посмотреть, что-то еще неизвестно. Как только я услышал слово «экстрасенсы», я интерес, честно говоря, потерял, потому что для меня это все-таки совсем ненаучно. А что дальше произошло с ним? Он нашел еще что-то, кроме... Или он начал возить экстрасенсов, и до этого он закончил свой следователь? нашел то, что он нашел. И, в общем-то, вот его первая экспедиция, где он нашел эти пирамиды, мегалиты, она очень интересная и, конечно, она достаточно познавательная. Единственное, что до сих пор нет чего-то по ответу. Я боюсь даже мы с экспедицией, поскольку мы не дадим такую ответ, например, те же пирамиды, они искусственные или естественные? Потому что, еще раз говорю, геологи говорят, что они естественные. Другие исследователи говорят, что они искусственные. К этому вопросу надо будет серьезно относиться. Надо еще продумать, как эти ситуации выяснить. Ну да, получается, что когда мы туда поедем, нам надо будет это все взять какие-то пробы, сфотографировать со всех сторон, посмотреть. Надо получить консультацию разных специалистов для того, чтобы провести правильный студент. И все, больше никакой информации нет, в принципе, о том. То есть, никаких больше экспедиций, ничего не известно. Есть, почему? Есть уже современные свидетели, которые... Вот опять же, в чем особенность? Люди небольшими группами. И по личной инициативе они туда... То есть, это энтузиасты, это не специалисты? Они фотографируют самые разные интересные места. Смыточные фотографии действительно, как бы, много интересных моментов. Но в то же время много непонятных моментов. Например, находят обсерватории, там, каменные тоже. Находят большие троны, каменные. Но только не очень понятно уже, к чему это относится. К культуре самов вроде-то не глобально должно относиться, к самому вроде незамеченной за состоянием каменных обсерваторий. Ну, явно они другим занимаются, да? Надо будет фотографиям вставить, как это все выглядит, о чем мы говорим. И вот тут уже не очень складывается. Если мы говорим про все-таки относительно высокотехнологичную древнюю цивилизацию на территории Ковского полуострова, тогда почему здесь каменные троны? Ну, обсерватория, ладно, бог с ними еще что называется. Тем более сейды. Это не вписывается, скажем так, что такое сейды? Сейд это большой камень, как правило, трех небольших камнях, хотя бывает, меньшее количество, стоящие. Ну, тоже будут фотографии, покажем. Да, да, да. А где-то еще в мире встречаются такие же? А где еще? Они встречаются очень много где, например, в корейской пришейке, пожалуйста, в Карелии они встречаются. А еще где-то, кроме вот России, где-то встречаются? Или это фишка только России? Насколько я знаю, я кроме России не встречал. Могу ошибаться? А не есть какая-то информация? Может, или они есть? Есть какая-то информация, но может, там, догадки еще, что это? Это, опять же, природное происхождение? Или это все-таки какие-то следы? Естественно, геологи объясняют это движением ледника, как правило. Но, правда, почему-то ледник, он же шел, ну, не только там, он проходил в других местах, но как-то вот на пьерной территории, как бы, уже не Кольского полуострова, а по Южне, ледник тоже шел. Но что-то сейдов он там не сделал. Вот странно, почему он там и делал, а здесь не делал. И, более того, вот современные исследователи, они отмечают следующие вещи, что сейдов обладает целым набором странных характеристик. То есть, например, опять же, хотелось бы проверить, вокруг сейдов в зимнее время нет снега. Как правило. Рядом с ними, как правило, находят каменные ступени. Зачем непонятно? Многие люди испытывают, находясь рядом сейдов, и на странное состояние сознания, опять же, измененное. Сейды по-разному выглядят. Некие сейды напоминают, например, животных. Например, крокодилов. Если это делали Саама, например, исходя из своих ритуальных практик, то вообще, откуда Саама знает, как будет крокодилов? Мне не очень понятно. И зачем? И когда это вообще было, может, был другой климат, и крокодилов был, может, какие-то зимние крокодилы есть? Просто мы об этом не знаем. Пока их не нашли. Но климат, честно говоря, уже на сегодняшний день, опять же, огромное количество альтернативных исследователей доказало фактически уже, что климат раньше был другой. И более того, последний изменение климата было примерно в середине 19 века. До середины 19 века было значительно теплее. И если, допустите, уже данную теорию, что было значительно теплее, тогда уже не становится странным древняя цивилизация на территории Кольчкова полуострома. Там было тепло, теплее значительно. Ну, так, то есть и... Я, конечно, не уверен, что там были крокодилы, но это вообще странный момент для крокодилов, но тем не менее. Там вообще с Кольчковым полуострома связано большое количество странных моментов. Например, если брать архивные фотографии немцев периода Второй мировой войны, там же были эсэсэсэцы, там были Доливейс, горная дивизия, то очень странный момент. Почему-то все немцы одеты, не одеты в зимнюю форму. То есть фотографии зимнего периода, но при этом они легко одеты. Да, вокруг снега немцы легко одеты. Ну, все знают, что на Кольском полуострове было холодно. Более того, есть фотографии красноармейцев, вот как раз красноармейцы одеты очень хорошо, в тулупы и так далее. Есть фотографии совместные, где стоит немец и красноармеец. Красноармеец один тулуп, немец нет. Можно предположить, что немцы позировали. То есть, перед съемкой снимали верхнюю одежду, ну, круто видеть, когда это было, я не знаю. Но есть фотографии, где немцы форсируют реку, и они форсируют, извините меня, подвернув штаны, идя босиком, ну, как минимум, с голыми ногами, как бы, по реке. Вокруг снег лежит. Люди, которые в это время боли на Кольском полуострове, что-то невозможно. Ноги сведет, ты идти не сможешь. Я уже молчу о том, что там достаточно сильное течение. Собьет и унесет. То есть, вот это непонятная вещь, это такая странная, мистическая вещь. Это никак не объяснимо, я даже спрашиваю, что это такое. Я не знаю. Это вот одна загада Кольского полуострова, что-то немцы нашли. И чуть-чуть помескали. Хорошо, что мы туда поедем все-таки, когда еще будет тепло в августе. Но тем не менее, тем не менее. Вот. Так что с Кольским полуостровом связано много нюансов. Вот опять же, если маминка уходила в другую сторону, вот такая вещь странная, как туман. То есть, люди бывалые говорят, что туман там очень густой, появляется за очень короткий период времени, как будто из ниоткуда. Он очень низкий, при этом нарушается работа приборов. Тоже неплохо было проверить, собственно говоря, так это или не так. Люди тоже могут подать в разное состояние сознания. Но ведь еще на Кольском, полуострово, если мне не изменяет память, там полярная ночь и полярный день. То есть, это буквально там две-три недели или месяц вообще не восходит солнце. Ну, логично. И в это время, мне кажется, многие люди, ну там, портятся здоровье, люди себя странно чувствуют, еще что-то. Вполне возможно. И здесь тоже можно пытаться сопоставить. Только никто не организовывал комплексного исследования проиского полуострова. Потому что современная история, я считаю, что они все знают, и все, что выходит за парадигмой, не следуются в принципе нигде. Это неинтересно. А насильно для этого нет. Поэтому есть только энтузиасты, типа у нас, в том числе, которые что-то пытаются его знать. Хотя, попытки бы серьезного изучения этих уникальных явлений бы, возможно, бы открыли много нового. Нам было бы здорово взять в команду научных сотрудников, которые... Мы будем пытаться это делать. Да, и мы открыты для любого, кому это интересно, у кого есть опыт, знания, который готов сделать исследование. То есть, ну, не, скажем так, исследование бытового характера, он что-то там поковыряется, скажет, ну, вроде так. Для того, чтобы сделать какое-то заключение, чтобы экспедиция получилась действительно научно-исследовательская. мы хоть как-то смогли хоть для себя что-то объяснить. все-таки у нас идет эгипта такая, что в поисках истины, но в том числе ищем истины, потому что, ну, если я не специалист, я при этом посмотрю, ну, вижу там эти ступеньки, но я точно так же не смогу объяснить лучшим случаем более-менее красиво сфотографировать. Скажу, вот, действительно, ну, и так этих фотографий хватает на самом деле. Действительно, нужно брать с собой специалистов, ехать и там нанести с ними, возможно, спорок, доказывать или не доказывать ситуацию смотреть. Потому что, ну, честно говоря, то, что я сейчас вижу, я везде вижу подход либо с четким уклоном в то, что это невозможно, либо подход с четким уклоном в то, что это возможно, люди просто в это верят фанатично и начинают уже за уши подтягивать себя. Вот это мне не нравится. То есть, собственно говоря, я еще раз говорю, давайте по этому определимся с теременом, во что, ну, грубо говоря, слово вере не подходит. У меня просто есть после изучения набора материалов, серьезное подозрение, что все-таки там действительно была древняя цивилизация и это не цивилизация Саамов, а более высокоразвитая. Тем более, что, опять же, если играть за факты, то, что писали древние греки, они знали, что в данной территории есть полярный день и полярная ночь. Они писали в том, что там солнце не заходит полугода. Ну, по-моему, это все-таки такая достаточно серьезная, скажем так, информация, чтобы задуматься, что люди писали не просто баллы. Ну, да, я чувствую, что там прямо будут исследовать, исследовать и исследовать. То есть, мы не просто покатаемся, ну, много чего нужно будет посетить, сделать для себя, выгоды, сфотографировать это, доставить ученых, которые смогут. Я думаю, это будет очень интересно, если, как сейчас я понимаю, что маршрут уже достаточно грамотно будет спланирован. Мы сможем, скажем так, заплатить очень много аспектов, начиная, в том числе, действительно, с гиппобории, в том числе, можем столкнуться с теми необъяснимыми явлениями, связанными соединением психического состояния человека, поэтому это может быть очень интересно. И, поскольку мы постараемся данную экспедицию сделать все-таки не только альтернативно, историческо, а будем привлекать стараться еще и официальных ученых, да, это может быть очень интересно. То есть, мы поедем, скажем так, в группу уже, которая допустит совершенно разным вгляд на вещи. Ну, да, и ведь у нас будет экспедиция состоит из двух частей. То есть, первая часть, мы поедем на Сейдозеро, где очень много легенд, там будут сам, и они тоже про себя расскажут. Интересно, что они искают, потому что они там живут, ну, то есть, это их территория. Они расскажут свою историю, мы проедемся, составим для себя историю, и те сотрудники, которые будут с нами, возможно, это будут какие-то ученые или исследователи, они тоже смогут что-то предложить, и посмотрим, что из этого будет. Мы на самом деле не открыли сегодня никаких вопросов, мы только накидали темы, на которые можно дальше общаться. Это первое интервью, повторюсь, к подготовке к экспедиции. Мы открыты для всех предложений, которые будут. Пожалуйста, пишите нам, мы есть везде, с контакт, фейсбук, инстаграм, ютуб, одноклассники, телеграм, везде. Внизу будут ссылки, подписывайтесь и предлагайте свои истории. Может, вы что-то знаете, может, вы будете нам полезны в экспедиции. Если вы сможете нам как-то помочь, как сотрудник, как человек, который обладает информацией, или который просто хочет драйвово провести время в этой экспедиции, обращайтесь, мы обязательно ответим на каждое письмо. С Сергеем мы не прощаемся, я думаю, что мы будем еще записывать интервью и рассказывать о Кольском.